Так, 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 так. Ну что, пойдем выполнять любой ивент, кроме ивента Селдри. Блин, Дюсальберт еще лучше. А, Питбуль? А не, фу-фу, мне что-то вкус вообще не заходит. Что-то прям вообще не заходит. Возможно, я и буду так пытаться убить волка на четвертом, на третьем уровне мира, но у меня третий, ну и пойдет. Нон-стоп тоже такое. Сейчас мне очень заходит кола Энерджи. Да вообще энергетики гадость, не пейте эту гадость, оставьте это мне, я с ними справлюсь, я с ними разберусь. Так, а больше никто не встречается пока. Возможно, мне одни куны и остались, потому что я их постоянно на потом, на потом, на потом, и это потом внезапно настало. У нас осталась Кардинаша? Кардинал у нас осталась? А, Физа Линель у нас остались? Точно, точно, так что все. Мы получили сигнал бедствия из деревни у подножья Крайних Гор Сатаркройся. Это далеко отсюда. А, что хуже, дело срочное. Я хочу, чтобы ты и еще один человек отправились туда. Четырехзвездочный еще сами? Неглеб не находил. Понял, кто второй? Да не, я думаю, можно с оружием его запинать, волка. Думаю, без оружия будет слишком боль. Похоже, он уже здесь. Дюс Алиберт. Куда же без него? Вызывали, командир? Дюс Алиберт. У меня есть для вас задание. Кирита знает подробности и посвятит тебя в них. Так точно. Это срочно. Так что не теряйте времени. Это, ну тогда, ну это, идем. Ну это серьезно, должно быть весело, это челлендж, почему нет? Да. Даже Дюс Алиберт с нами согласен. Ага, спящий вулкан в Сатракройсе, пробудился, и жители ближайшей деревни просят о помощи. Эй, Дюс Алиберт, ты слушаешь? Дюс Алиберт немножко на своей волне. Самую малость. Несомненно. Отлично. Это все, что нам известно. Вопросы? Никаких. Нет человека, нет проблем. Нет человека более знакомого с природой этого задания, чем я. А, он родом оттуда что ли? То есть. Мой священный объект, лук пожара, был выкован из легендарного феникса. А, который жил на том луке, все понял. А что когда-то жил в вулкане в Сатракройсе. После смерти феникса, вулкан уснул. Погоди. То есть? Рори, доброе утро. Да. Мы направляемся в место рождения лука пожара. О, так вот почему Беркури попросил тебя отправиться на это задание. Ага. Я не могу понять, почему командир выбрал тебя моим напарником. А, ну это, понятия не имею. У нас сегодня день Яоя, судя по персонажам, с которыми у нас ивенты. Ты победил меня один раз, но я лучше всех подхожу для этого задания. Я не стал возражать командиру, но знай. Если я посчитаю, что от тебя нет никакого толка, то без раздумий тебя брошу. Сергей, Гугл, 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 это Гугл. Вот такие вопросы Гугл. Они точно тебе смогут ответить. Вот на этот вопрос Гугл отлично ответит. А, понятно. Не могу понять точно, но с Дюсальбертом что-то не так. Ладно, идем. Блин, может, Дюсальберты родом из той деревни? Господи, он больше меня в два раза. А Дюсальберты огненные крылья. Он серьезно больше келлитов в два раза. Осуждаю. Так, допустим. Пустыня Дюсальберта. Отлично. Так, ну где находится пустыня, я-то точно помню. Там я не потеряюсь, думаю. Пустыня... Нет. Пустыня вот она, все. Так, господи. Я просто не очень люблю, когда люди... Банальный вопрос... Вот, Сергей, поясню, почему я не отвечаю часто в комментариях на такие вопросы. И еще что-то. Вот смотри, ты хочешь что-то узнать, да? Вот тебе интересно что-то. Ну, скажем, это что-то общеизвестно можно узнать. Это не какая-то тайная, не какой-то секрет прокачки, либо что-то еще. Тебе хочется это узнать, да? Ты гуглишь, ты тратишь на это свое время, но взамен ты получаешь необходимое тебе знание. Как бы все профитно. Но, если ты не гуглишь, а ты спрашиваешь другого человека, хотя ты можешь загуглить, ты тратишь не только свое время на это, но ты тратишь еще и время человека. Казалось бы, ты можешь потратить две секунды и получить ответ на этот вопрос, но нет. Ким, ничего не озвучивал. Вчера предполагали, что я озвучивал хентай. Не, 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 честно, такого не было. Я пока еще не запятнан в этом. Возможно, возможно, у меня все еще впереди. Не зря же, ну, карьера-то на этом не должна заканчиваться, да? Если какой-то вы, если, если, если появится какой-то интересный хентай, вдруг нужно будет его интересно озвучить. Ну, вы знаете, да? Кому обращаться. Так что... Так что да. Так, чего мы ищем? Эвент же у меня не... Да нет, выбран. А, стоп, не тот ивент выбран. Все. Тошад, не озвучивал я ничего. Ты только если хентай с тобой, но до этого мы пока еще не доросли, верно? А, что-то... А, вон ивент. До этого, Шадик, мы еще с тобой не дошли. А, Рори, то есть, как и я, да? Она повидала многое в этом мире. Да, я, в принципе, я похож даже на Субару в каком-то, в каком-то смысле. Ну, я похож на раннюю версию Субару, знаете, до той версии, до того момента, когда вот с ним начало происходить все то говно. Вот. Траперы, да как-то, как бы так-то не особо, что-то, что-то как-то такое себе. Есть люди, которые поздний Субару. Я трапиков не особо люблю, но почему-то в играх они ко мне оклеятся очень сильно. Липнут прям, я бы сказал. Отойдите до цели с Дюссельбертом. Цель. Оло. Отзовись. Цель. Куда? А. Ладно, на автопуте врать не... А, 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 ммм, мне же можно туда... Угу. Все, я понял. Нашел. Особенно в Энте, да, мне вообще трап дважды выпал. Довольно редкий трап, так что... Такое. Горяк-кластер, это наша цель, что ли? Да не, быть того не может. Он просто здесь стоит. А в смысле в Энте не в счет? А, вот, вот... Подождите, или в счет. Возрождение Горяка. Подождите, мне, мне как бы вот чего интересно. Могу ли я туда пройти, не затыков Горяк? Так, стоп, где здесь вообще клонения нет? На какую кнопку? А, а. У меня нет любимых аниме, по сути. У меня есть любимые аниме в разных жанрах. Потому что у меня в каждом жанре стабильно есть парочка любимых аниме, и как-то сравнивать между жанрами... Это знаете, как сравнивать Яо и Юри, что больше нравится? И там, и там должно быть что-то любимое. У Вэнти-то? Это, это у Вэнти-то чулочки там, и все такое. Уф. Не, ну че, я-то читал, поэтому... Поэтому я согласен. Да я видел, я видел. Особенно, блин, в первой главе, когда Вэнти появился... Ух. Да, один даже пролог чего стоит, когда он... Ой, да ладно, все, тихо. Тихо, тихо, тихо. Вэнти есть Вэнти. Ничего себе. Скорее всего, это вулканический пепел, образовавшийся из-за извержения. Черт. Я надеялся, что эта зона не пострадала. Извержение масштабное. Огонь выжигает землю и деревья. Пепел загрязняет воду... Загрязняет воздух. С Вэнти только за еду, только за еду. Все, все решается едой. Любые проблемы вообще решаются едой. Лишь тот, кто понимает разрушительный потенциал пламени, может носить оружие огня. То есть, подождите, Эмбер понимает разрушительный потенциал пламени после того, как она может... Ладно, делюк еще. Но Эмбер тогда чего огненный лук таскает. Логгин Горизонт, медитативное аниме, которое я бы отнес, наверное, в один ряд с волчицей и пряности. Значит, он может пользоваться своим луком не только из-за прав управления объектами, но и благодаря пониманию его опасности. Это и позволяет ему реализовать его силу. А в такой... в такой чрезвычайной ситуации, когда звери появляются повсюду... Вот прям здесь и прям сейчас. Игнорирование посредствий извержения вулкана лишь приведет к новым жертвам. А, верно. Значит, священная сила, рожденная пеплом и пламенем, привлекает зверей? Несомненно. Никит, Бокуно Пика не может с тобой не согласиться. Ну, на самом деле, далеко не все аниме по-своему круты. Есть аниме, которое можно назвать просто паразитами, которые пытаются выехать на какой-то популярной хайповой теме. При этом они абсолютно ничего не приносят нового в жанр. Они не несут в себе юмора, какой-то серьезности. Они не несут просто, блин, ничего. Они есть просто чтобы быть. А вот подобное аниме я точно не ценю. Почему трап... Потому что трапы меня преследуют, господи. Трапы просто преследуют. Фух, у нас получилось. Звери, будут появляться снова. Такими темпами эта деревня вскоре исчезнет. Фокс, всякие бейнти там. Хорошие трапы, согласен. У нас тут хорошие трапы. Нам нужно как можно скорее... Нам... Голос, вернись. Нам нужно как можно скорее всех увести. А, блядь, фу, это не голос у меня, это перевод. Нам нужно как можно скорее увести всех отсюда. И ребята просто забыли. Пробел. Угу. Автопуть? Да я не знаю. Я вообще рад, что в алисизацию автопуть подвезли. Потому что тот же Hollow Realization, это была боль. Прям боль была лютая. Наша задача спасти тех, кому угрожает извержение. Мы не можем остановить природу. Я знаю. Я знаю, что ты так просто не сдашься. Конечно же нет. Я обдумываю... Я обдумываю... Я обдумываю... Альтернативные стратегии. Что-то... Падает с неба. Но это не пепел. Перо? Чего? Оно горит? Чего это? Перо Феникса? То есть Феникс возродился, и вулкан тоже возродился? Странно. Это ведь не могла быть птица, чьи перья загорелись из-за извержения. Если это то, о чем я думаю... Давай пойдем к вулкану и выясним. Найденное тобой горящее перо... Может принадлежать Фениксу. А... Феликсу, да? Судя по тому, что в чатике происходит. Прям вот в тему, прям вот в тему. А тому, из которого сделан твой лук пожара? Он возродился? Верно. Мы должны проверить, действительно ли Феникс причина этой катастрофы. Идем, Кирита. Угу. Блин, я вспоминаю свои отношения с птицами в начале этой игры, когда меня каждая птица пыталась запинать. И, кстати, успешно, то да, все, что хочется здесь сказать, это просто курлык. Горячо. Узри ужасающую силу пламени. И Кирита сейчас в огонь, на. Ничего себе. Я словно смотрю в самое недро преисподней. Похоже, я тоже не полностью осознал, какой ужас может вызвать пламя. По поводу бомжа в Геншине, я бы... А я бы, знаете, вас выставил в один раунд, чтобы вы прям вот сражались. Кто из вас больше бомж? Сорори. А если это дело рук Феникса? Источника силы моего лука пожара? Не, не, Роли. Ничего-ничего. Не думай об этом, Дюсальберт. Тебе решать, как использовать эту силу. Мы тут как бы это... Господи, что там? Фокся, ответь, пожалуйста, вот на последние два сообщения. Потому что это наш гимн, да? Мы ждем сейчас просто квалифицированного ответа. Роли, это не за... Роли, успокойся, ты что, ты что? Фокся, Фокся молодец. Фокся всегда в нужные моменты это озвучивает. Независимо, стрим по какой игре, что вообще происходит. Фокся сделал свое дело. Даже здесь, даже если здесь замешан Феникс, это не перечеркивает все добро, что ты сделал. И все же... Торо сейчас не в состоянии думать, к сожалению. Смотри, в центре кратера огромный зверь. Чего? Что такое, Дюсальберт? В чем дело? Ну, это Феникс, да? Это не Феникс. Но он украшен его перьями. Ну, теперь я понимаю. Зверь использ... Зверь использовал перья Феникса. Оставшиеся после его смерти. Чтобы обрести его силу. Думать это вообще сложно. Он превратился в огненное чудовище. И пробудил священный вулкан. А, спящий вулкан, простите. Все схватится. А, почему ты смеешься? Вкусы схожи... Нет, но я знаю, что Фокси в глубине души тоже любит чай, поэтому... Прости, прости. Я просто рад, что Феникс не сделал ничего плохого. И правда. Ладно, с этим мы разобрались. И теперь давай надерем его огненный зад. Да, он заплатит за осквернение тела спящего Феникса. И злодеяния против людей. Я покажу ему истинную силу пламени Феникса. Рори, мой чай лучший. Не... Че, мы еще... Мы еще дойдем до этого момента, Рори? Потому что не все так просто. Мы не намерены сдаваться. Так, Дюстальберт, давай мы будем что-нибудь делать все-таки. Давай мы будем полезными. А, Дюстальберт же с таким же луком бегает. Не, Тору не игнорщик. Тору просто говорит, что ему лень думать над серьезными вопросами. Вот. Да, вы просто серьезные. 35? Никита, поверь. Их там около 50 уже. Ну, которые занимают место на харде. Ну, мы справились. Похоже, возобновление вулканической активности было вызвано зверями. Не, Рори, не, я уверен, что вы там с Фоксом, с Азуром, вы меня количеством задавите. Я пока ряды моего чайного клуба не станут больше, я к вам... Не, 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 вы что? Сначала нужна армия последователей, а затем уже можно начинать войну с кофейным клубом. Да, и теперь окрестные деревни снова в безопасности. Да тут даже ради дорогих подписчиков не думается, потому что я в данном... У меня сейчас состояние овоща. Таблетки не помогают, ничего не помогает, голова болит, все плохо. Я хочу дойти до тян все-таки в ивентах, потому что... Ну, Дюсальберт, ну, Ренри, ну, простите, пожалуйста, ну, дайте... Дайте кого-нибудь... Чайный крестовый поход, да, задавим всех пакетиками. Дюсальберт? Чего? Я наконец-то понял, почему ты думал, что я не подхожу для этого задания. А ты да. Ты думал, что если бы Феникс воскрес, и его воля была искажена, лишь ты и твой лук пожара смогли бы с ним справиться. Ты видишь меня насквозь. Вот так вот. Дюсальберт в чужом и в чужом и в чужом и в чужом. Нет, нет, хватит тыкать. Это не помогает. Это не помогает. Меня только чаем можно в чувство привести. Кофе, кофе, то есть... Привести в чувство. А нет, заставлять думать бесполезно, потому что сейчас не то состояние. Это очевидно, как сильно ты уважаешь Феникса и дорожишь им. Я могу понять, почему ты не хотел, чтобы кто-то видел его в искаженном виде. Верно. Но я был неправ, когда сказал, что ты не подходишь для этого задания. Фокс, я думаю, твоя роль в Дискорде говорит о многом, поэтому я бы не зарекался. Твое участие было необходимо для выполнения задания. Благодаря тебе. Нет, это тебе спасибо. Я был бы бесполезен без твоих знаний. Все как... Да, кстати, жизнь она такая. Так знаете, как далекие трапики где-то там. А Фокс, та самая, та самая роль. Нет, это тебе спасибо. Я был бы бесполезен без твоих знаний. В любом случае. В итоге оказалось, что Феникс не был возрожден Гореком. Да. Мне даже жаль. Я хотел бы увидеть живого, легендарного Феникса. Такие слова оскорбляют его славу. Воскрешение Гореком — это проклятое дело. Это правда. Все, что они оживляют, теряет свою первоначальную форму. Но твоя вера в твой лук пожара, и в доброту Феникса не пошатнулась. И я уверен, что Феникс это ценит. Ты не мог ошибаться в своей вере. Рори здесь в качестве поставщика. Бля, так, хватит шутить на эту тему. Ладно, чайный клуб мы пока это. Дитя, я прожил дольше, чем ты можешь себе представить. Можем, можем. Да ладно, я не настолько молод. Эй, Дюстальберт, посмотри вверх. Чё? Блин. А, еще одно пламенное перо Феникса. Это хотя бы, это, 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 знаете, хотя бы как бы, это хотя бы не это. Это хотя бы не ивент с Элдри. Здесь хотя бы, хотя бы все нормально. Здесь без, это самый лучший ивент с мужским персонажем. Это не, господи, как его? Это не Дед. Это не Элдри. Это что-то, это что-то адекватное. Все, все хорошо. Должно быть, он благодарит тебя за то, что ты спас людей и очистил его имя. Наверное, это остатки воли Феникса вызвали это воплощение. Эту инкарнацию. Это перо Феникса, упавшее с неба. Ответ на любовь Ди Сальберта. О, Феникс, благодарю тебя за благословление. Ты вел нас с самого начала. Да, скорее всего, да. И в знак моей признательности, я продолжу сражаться вместе с луком пожара. Торонь. А Юджио, это вообще отдельная история. Не-не-не. Без вопросов. По поводу... Я уже сегодня говорил, да, на тему озвучки всего этого дела. Только что-то мне теперь страшно становится. Ну, ладно. Это мелочи, от пустяки. ГРМИ ТРАПОВ. Господи, за что? Я думаю, зрители уже есть. Зрители найдутся сразу. Зрители найдутся сразу. Мм, еще и Вентиксел. А, еще и с Дюсальбертом. Это был еще не конец. Так, ну мы потом попытаемся выловить еще что-нибудь. Но, опять же, дайте вообще... Пойдем кардинал ловить сейчас. Точно. Почему нет? Пойдем сейчас просто выловим кардинал. Но кардинал ловить мы пойдем после небольшого перерыва. Буквально 5 минут, и мы продолжим. Espthere. Субтитры сделал DimaTorzok pas наorr Фонда Играет музыка. agers alive Hal Hall 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 Hallu wound